Это получается, что у вас история всей жизни в блокнотах? Ну, по крайней мере, последних 30 лет это абсолютно точно. Один на два месяца, шесть на год, 180 на 30 лет. Он ведет эти блокноты скрупулезно, для себя. Ну, что поймет посторонний из словосочетаний «волевое начало» или «успешно отбили», а он откроет, и словосочетания сложатся в предложения, а предложения в жизнь. Геннадий Андреевич, а вы считаете себя счастливым человеком? Чтобы ответить, Зюганову потребовалось несколько шагов на раздумья. Нам – фильм. Геннадий Андреевич разрешил полистать его блокноты. Возникла хорошая идея, мы записываем, даже в подьмах. Побыть с ним в одной машине, когда он за рулем. Вернуться в 96-й, когда он чуть не стал президентом. Я выехал по южным регионам. Постоять с ним у мавзолея и могилы Сталина. Оставьте покой и погребенку. Зайти с ним в храм, увидеть, с кем он поет песни под гитару. Жизнь, ты знаешь, что такое. Что покупают в магазине и рискнуть быть с ним на пасеке. Смотрите. О, отлично. Вот это и есть расплод. Вот смотрите, ребята. Вот это будет все. Пчела выявится молодая. Как раз сезон подойдет, когда надо. А вот трудневый. А это трудневый росток. Значит, это мужчины будут. Но на один сезон всего. Ну, слушай. Я смотрю, уже хорошо расплодились. А вот засев. Вот засев. Да, да, да. Вот смотри, молочко идет. Это уже новая развивается молодая пчела. И Зюганов, как садовник, как пчеловод, он разводит пчел, он сберег этот улей, он сберег этот рой, он позволил ему роиться дальше, он обеспечил ему цветы, на которых эти пчелы собирают свой урожай. И миссия Зюганова, историческая миссия Зюганова, в том, что он сберег для России левую организацию, левый проект. Вот эта стопка, это весь 96-й год. Это только по количеству блокнотов. 96-й был похож на все остальные. По накалу страстей, год этих президентских выборов даст фору всем другим. Шансы победить у Ельцина и Зюганова примерно равные. Один из самых драматичных моментов. За два дня до голосования, команда КПРФ в коридорах Останкина. Зюганова уговаривают устроить скандал в прямом эфире, призвать сторонников к протесту, использовать спор с ОРТ. Выступать может доверенное лицо или только сам кандидат. Это мечтать об этом, каждый кандидат, чтобы вот такой скандал. Встать, выйти и сказать, что ты в прямом эфире. Они несколько раз спускались и поднимались на лифте. Зюганов думал, но к неудовольствию сопровождавших принял свое решение. Как сейчас понимают и все остальные, единственно верные. На выборах тогда решался не только вопрос о власти. Никто, кто завтра придет к власти, в России лавровый венок не оденет. Если бы столкнулись лбами тогда, то гражданская война была почти неминуема. Теперь вот спустя многие годы, я думаю, ну, на самом деле он, может быть, поступил более мудрый, чем поступил бы я. Вижу, как правительство, президент прислушивается к его словам и очень часто поступают именно эдак. В общем, вот сегодня он играет уже политике серьезную роль. В 1996 году вы выиграли выбор или нет? Ну, вот, понимаешь, невозможно было установить до конца есть. Я выиграл по южным регионам, Ельцин выиграл по промышленным крупным центрам. Но тогда в 1996-м вы потом позвонили Ельцину и поздравили его? Да дело не позвонил и поздравил, а дело заключалось в том, что надо было выбираться из этого тупика и искать выход. Чего стоило тогда Зюганову позвонить Ельцину? Вопрос отдельный. Они не разговаривали уже три года с момента расстрела Белого дома. Впрочем, Ельцин свое моральное право на ответный звонок Зюганову тоже использовал. Позже, в 1998-м, после того, как правительство Сергея Кириенко сообщило миру о дефолте. Вдруг у меня на столе зазвонил телефон кремлевка, поднимаю, Ельцин даже не поздоровался, говорит, что будем делать. Зюганов согласился на встречу сразу. Ельцин сообщил, что на должность премьера предлагают опытного Евгения Примакова и просит коммунистов направить в правительство бывшего главу Госплана Советского Союза Юрия Маслюкова. Вот в блокноте Зюганова запись тех дней о Маслюкове. Тот состав министров смог оттащить страну от бездны. К самому Зюганову в тот период огромный интерес во всем мире. Его зовут Вдовоз. Узнать, не опасны ли коммунисты для инвесторов. Поговорить с ним хочет 37-й президент США Никсон. А Никсон, когда прилетел, он попросил встречи со мной. Ему сказали, что если он будет со мной встречаться, то у него отберут охрану. Он их послал куда подальше. У него на самом деле отобрали. Он вызвал из посольства машину. Но он просил встретиться на полчаса. На встрече продолжалось более двух часов. Но беседа, он, кстати, не прочь выпить. Никсон? Да, не прочь выпить. Выпили? Да. А что пили-то? Он пил водку с удовольствием. А вы? Ну, я помогал им. Я мало пью. Окружение Ельцина такой интерес к Зюганову раздражал. В блокнотах Зюганова по отношению к Ельцину в основном слово импичмент. Лидер коммунистов ходит на совещание к президенту, но сидит, как правило, от него далеко. Хотя ведь было время, когда жили рядом. Геннадьевич, а Ельцин, он выше бьет, да? Да, и по этажам выше жил. А потом переехал. А в гостях у него? Нет, я не ходил и к себе не приглашал. Хотя регулярно мы встречались и работали. Мои родители вот здесь частенько пересекались с его близкими. Они иногда удивлялись, что родители мои очень корректно со всеми, культурно. А я довольно часто спорил и критиковал. Мы являемся сторонником организованных мер, связанных с тем, чтобы отправить в отставку прежде всего этого президента. Президентская власть недееспособна, исполнительная власть уже в отставке, а Государственная Дума всерьез не может повлиять на многие общественные процессы. На так вот эти пять лет, то есть за руку ни разу не здоровались? Не здоровались и не разговаривали. Вместе с Зюгановым спускаемся во двор дома. Это сюда, в октябре 93-го, пришли вооруженные боевики. Неизвестно, Ельцина искали, Зюганова или кого-то еще. Убили консьержа. Зюганов тогда каждый день ездил в Белый дом. Вот сейчас, когда мы смотрим на украинские события, когда мы видим, когда решается вопрос власти на улицах, то он никогда не считал, я в этом уверен, что нужно выводить массы на улицы для того, чтобы решать какие-то вопросы власти. Например, когда президент Ельцин распустил парламент, он против этого выступал решительно. Но он по вашему телевидению выступил, по вашему каналу и призвал москвичей не идти на улицы, не митинговать и тем более не сталкиваться с МВД. Обращаюсь ко всем гражданам нашей страны. Мы все с вами заинтересованы, чтобы не произошло в ближайшие дни никаких стычек, никаких конфликтов, чтобы ни одна из партий движений, течений не призывала к насилию и экстремизму. Силового решения этой проблемы нет. Хотя он абсолютно точно заявил о том, что он против этого дела. Против категорически, против распуска парламента и съезда народных депутатов. Можно штурмом взять Гребель с узорпатором, бывшим преступником Ельцином. Вы неспособные мужчины. Вы здесь в юной части строится формировать отряды. И надо сегодня штурмом взять мэрию и Останкино. А русской хозбулатор вам говорили, что они будут призывать идти на Останкино? Нет, не говорили. То есть вы об этом когда узнали? Я когда включил телевидение и вдруг увидел, сказал, все, теперь остановить будет нельзя, покатилось. Семья в эти месяцы каждый день ждала его здесь, в квартире на Белорусской. Мы не знаем, когда-нибудь говорили они друг другу эти слова. Но общаясь с нами, отдельно друг от друга сказали. Ну, семья просто человеческая поддерживала. Общались. Все, конечно, переживали. Общались. Был период, когда он в Белом доме. На определенное время туда попал. Все переживали. Ну, можно было связываться только по телефону. Он, как правило, в семью это не переносит. Вот в этом плане он молодец. Мои близкие и родственники, я им очень благодарен. Никогда меня не упрекали в связи с тем, что я выбрал этот тернистый и сложный путь. Скорее, постоянно поддерживали, помогали. Хотя, настрадались очень многие. Зюганов из семьи сельских учителей. И главный наказ отца он пронес через всю жизнь. Неважно, чем ты занят. Играешь в волейбол, работаешь на пасеке, сажаешь цветы. Делай это хорошо. Он старается. А еще он учил этому же сына и дочь. А теперь учит внуков. Причем не в занудных беседах, а как бы между делом. Вот они рассматривают дембельский альбом деда. Есть вопросы. Это не химовоиска. Это спецразведка повыли с атомным, химическим и биологическим оружием. Против нас стояла 7-я полевая американская армия. Мы обязаны были дать все, что стоит у них на вооружении. Еще одну семейную историю Зюганов рассказывает, когда мы едем с ним по родной ему Орловской области. Почему, закончив школу с медалью, он поступать в институт стал только через год? Во-первых, попросили поработать учителем, преподавателей не хватало. Во-вторых, влюбился в девятиклассницу, которая спустя несколько лет стала женой. Хотя, во-вторых, ли это? Влюбились? Ну, я Надю учил в девятом классе. Познакомились, умница, очень трудолюбивый, очень честный человек, достойный. А вы ухаживали красиво? Цветы дарили? И цветы дарили, и на деревне, где она жила, 10 километров было. Надо было туда добраться, пешочком на велосипеде. А стихи читали? И стихи рассказывали. Ну, в общем, все было как достойно. Геннадий Андреевич с большой неохотой пускает посторонних в свою личную жизнь. Десятилетия политической борьбы научили. Личное – самонезащищенное. Супруга Зюганова интервью не дает. Это едва ли не единственное появление ее на публике. Извините, у меня большая семья, и это хватает забот, кроме политики. То есть вы совершенно устроитесь? Нет, мы аполитичны. Я переживаю за мужа, конечно, очень. Но в политике просто у меня сил, невозможности нет. Шесть утра. Геннадий Андреевич позвал нас на прогулку. Идет быстрым шагом, и так начинается каждый его день. А тут вообще город Орел. И ноги сами несут к тому дому, откуда он и переезжал в Москву. Это после Орловской квартиры. Столичная Цыковская поразила размерами. Жену. Но супруга прямо заявила, посмотрела и сказала, убирать вы будете с сыном квартиру. И мы с ним 10 лет подряд убирали выходной день. Кстати, сыну пошло на пользу. Все вещи, что дома, что в кабинете, должны быть на своих местах. Это правило Зюганова нарушать никто не смеет. И тут никаких компромиссов. Тем более, когда речь идет о карте Советского Союза в кабинете Госдумы. Пришли, хотели карту снимать. Это единственная карта Советского Союза, которая есть в центре Москвы. Все поснимали. Я сказал, кто снимет, окажется сразу в Магадане. После этого отвязались от меня. Вот президентская связь. Где она? Поселинка? Вот президентская связь. То есть это вот если поднять трубку, там... Нет. Есть справочник специальный. Там немного абонентов. А вам из Кремля часто звонят? Регулярно. Ну, это нормально. Я человек достаточно влиятельный. Даже Путин, как-то мне сказали, назвал в списке первым номером. За коммунистов голосуют миллионы людей. Он известный политикой. У него свои взгляды на вещи. Со многими из них я не согласен, не разделяю их. Многие, мне кажется, вполне реалистичными. Особенно в международных делах. Да и в некоторых социальных вопросах тоже. Ну, вы же регулярно встречаетесь, да? Кстати, в этом отношении он открыт для диалога. До Путина дозвониться проще, чем до некоторых министров. Именно Зюганов предложил Путину назначить исполняющим обязанности губернатора Орловской области коммуниста Вадима Потомского. Президент согласился, и Зюганов, приехав в Орел, провел Потомского пешком по городу, который знает лучше многих. Город Орел уникален. Он первой в стране испытал опыт, когда комплексное планирование было спряжено с промышленным развитием и одновременно развитием всей социально-культурной сферы. Все это выстроилось в так называемую Орловскую непрерывку. Орловская непрерывка. Сегодня это самый надежный передовой метод строительства. На кадрах хроники Зюганов, тогда второй секретарь Орловского горкома партии, принимает участие в совещании по Орловской непрерывке. Чтобы перенять опыт комплексного строительства, в Орел в те годы ехали со всего Союза. Того же времени и вот эти кадры. Открытие памятника Лескову, которое готовил Зюганов. Только Лескову написать, вошел в усар, в усах и шпорах. Два слова и образ. Ну а впервые заметили Зюганова еще секретаря комсомольской организации пединститута, когда он выступал в священном для каждого жителя Орла сквере танкистов. Заметил первый секретарь горкома партии Альберт Иванов. Волосный такой волнистый, красивый. В общем, представительный смотрелся. А мне говорят, так это же вот как раз есть секретарь комитета комсомола пединститута. Ну я, конечно, сделал засечку памяти. Поинтересовался его работой, поинтересовался отзывами хорошими. Ну вообще по ухабам у вас жизнь сильно побросалась? Сильно, конечно. Три раза за год выгнали с работы. Мне пришлось вещи из дома носить, продавать, чтобы семью в шесть человек прокормить. Работу он потеряет уже в Москве. в девяносто первом, после распада Союза. И неизвестно, как бы выстоял, рассказывает Зюганов, если б не было в его жизни орловских друзей. С Орловщины там один приятель привез картошки, несколько мешков. Второй там поросенка заколол, кусок мяса. Третий там для детей. Сахара притащил. Ну в общем, бедствовали. Но тем не менее спокойно пережили. Я помню, как приходил ко мне Зюганов в эти очень тяжелые, печальные и голодные дни. И он всегда приходил с каким-нибудь гостинцем. Он приносил либо какой-нибудь кусочек сала, прислал ему из деревни, либо какую-нибудь копченость, либо какой-нибудь вкусный хлеб. Идут-идут физматики, сквозь дебры математики, сквозь интегралов стройный час такой. Им ночью снятся Арктики и звездные галактики, ведь математик тоже фантазер. Эту песню они написали вместе, тогда еще студенты физмата Орловского пединститута. Когда собираются в таком составе, Зюганова не мучают разговорами о политике и только по нашей просьбе рассказывают, какой он друг. Капитан команды был Квейновский физмата, и все время выигрывали. Геннадий знает, у кого что случилось. Он обязательно прозвонит. Какая помощь нужна? Чем помочь? Поэтому таких эпизодов, Геннадий Андреевич, я могу провести очень многое. Разговор о политике на своей московской кухне неожиданно для нас начинает сам Геннадий Андреевич. Со старшим внуком Леонидом, которому друзья говорят, у тебя гены от гены. Так, Леня, как у тебя там выборная кампания идет? Отлично идет, встречаемся с избирателями. Вот очень хорошо реагирует на нас, на нашу фамилию. Про фамилию деду Леонид говорит не случайно. Дед был против того, чтобы внук шел в политику. Он говорил, ты просто не понимаешь, с чем ты столкнешься. Говорит, у тебя с этой фамилией будет и много проблем. На тебя выльют просто столько грязи, что ты просто в один момент встать не сможешь, подняться. И типа я не хочу, чтобы, в общем-то, с тобой это все происходило. Вот уже несколько лет Зюганов не может заставить себя поехать в родное село Мымрино, где стоит дом, который они строили с отцом. Борцы с коммунистами добрались и туда. Оформили купчие эти мерзавцы. Те из этого дома организовали, якобы музей мой. Вот. Привезли скульптуру Ленина, спилили ему голову. Мою туда приделали. Даже пьяные мужики не пошли на это паскудство смотреть. Как вы это выдерживались? А вот, я вам скажу, вот тут почти достали. Они издавали газету, не дай бог, в Финляндии. 15 миллионов тиражок развозили по всей стране. И прищекали в ящик. Когда мать увидела эту газету, она сказала, что ж они делают с тобой. Понимаешь, я ее неделю и в чувства проводил. Не такой ему представлялась московская политика в 83-м, когда он решился переехать в столицу. Игорь Андреевич, вы считаете себя человеком Андроповского призова? Да. При позднем Брежневе я, одуважно, отказался. Упал непонятным соображением и в большом кабинете сказал об этом. А когда Андропу пришел, он сказал, пригласите мне молодых людей. Здравствуйте, ребята. Уговаривал Зюганова переехать тогдашний руководитель отдела пропаганды ЦК Николай Черных, впечатленный увиденным в Орле. И ровно, что мне понравилось, что он не хвастается тем, что он практически возглавляет эту строительную комиссию в городе. И говорит, что не он, а это все как будто бы делает горком партию. Я, откровенно говоря, так к нему прилип, если так выразиться можно. Отдел пропаганды и агитации ЦК размещался в 10-м подъезде комплекса зданий на Старой площади, которая тогда выглядела совсем не так, как сейчас. Но на глазах все менялось. Пропуск в здании ЦК у него сохранился. Из своего кабинета Зюганов наблюдал, как Андропова сменил Черненко, а Черненко – Горбачев. От Белорусской до Старой площади инструктор ЦК любил ходить пешком и видел, как Москва теряла свой исторический облик. Улицы превращались в стихийные рынки, полки магазинов пустели. Под впечатлением всего этого Зюганов соглашается с теми, кто считал, внутри КПСС нужна оппозиционная компартия РСФСР. Ну а вот создавая компартию РСФСР, у вас не было ощущения, что вы как бы изнутри разбываете монолитную... Нет, нет, кстати. Наоборот, ведь никто не собирался создавать. Все хотели работать в рамках КПСС. Десятый подъезд Старой площади, он меняет на 20-й. Именно тут с 90-го года размещается компартия РСФСР, в которой Зюганов уже член Политбюро. Знаешь, я в этом подъезде последний раз был в августе 91-го года. Правда? Абсолютно. И с тех пор? С тех пор, да. А сердце щемит? Да, да, ощущение такое. Снаружи здания, где сейчас правовое управление администрации президента, изменилось мало. Внутри Зюганов обращает внимание на такую же, как была, красную дорожку и заходит в кабинет. Да, да, ничего не меняет. Я смотрю, отделка та же, шкафчики те же, вот письменный столик. Это вся мебель, все тоже. И это все тоже удивительно. В эти годы Зюганов впервые начинает попадать на кадры столичной хроники и на страницы всесоюзных газет. Начиная с 90-го года, Зюганов постоянно печатается в Советской России. Газета к тому времени окончательно перешла в оппозицию Горбачеву. И каждая статья Зюганова в Советской России – это своеобразный повод вызвать его на Политбюро. Но от этих проработок статьи становятся только жестче. В мае 91-го в Советской России выходит статья Зюганова «Архитектор у развалин». Открытое письмо идеологу перестройки Александру Яковлеву. Государственный корабль без руля. Идет война суверенитетов. Москва превратилась в рассадник антисанитарии. Так Зюганов пишет об итогах перестройки. Неслыханная по тем временам критика пока еще не очень известного стране коммуниста. А оставляли на ночь руку? Нет, ну что вы. Вообще. Нет, нет, нет. Из рук не выпускали. Не доверяли? Ну, дело не в доверял. Понимаете? Открытое обращение ко всей партии стране с воззванием не слушать эту продажную и преступную группу, которая собралась вокруг Горбачева. В перестройке что было не так? Он затеял ремонт в большом советском доме. Вот, ремонт требовался. Ну, вы не найдете ни одного идиота, который сразу ремонт бы делал во всех комнатах, без исключения. Как вы там будете ночевать, спать, жить? Каким образом? Это кадры 26 июля 91-го, пленум ЦК. В куларах главная тема, написанная по инициативе Зюганова, который тоже в Кремле, статья «Слово к народу». Под призывом объединиться, иначе страна развалится, тогда подписались певица Зыкина, генералы Варенников и Громов, писатели Бондарев, Проханов, Распутин, который сейчас вспоминает, что Зюганов тогда был очень убедителен. Он говорил, прежде всего, о России. Не столько о коммунизме, сколько о России. Он порядочный человек, очень порядочный человек. Я не помню, чтобы он добивался каких-то для себя особых условий. Слово к народу потом назвали манифестом ГКЧП. Зюганов в августе 91-го был не в Москве. Как сам рассказывает, ему неожиданно приказали уйти в отпуск. Ну, Геннадьевич, если вот в августе вы были в Москве, вы были среди ГКЧП? Нет, я поддержал активно саму идею. Все, что там написано, было правильно. Но с точки зрения технологии, было выполнено абсолютно неграмотно. Надо было не Лебединое озеро исполнять, объявить всем, что завтра, послезавтра собираем съезд народных депутатов СССР, и съезд узаконит и чрезвычайное положение, и отставку Горбачева, и все остальное. Самыми драматичными в жизни он считает те мгновения, в течение которых советский флаг спускали с Кремля. Как было объяснить своей семье, что страны, за которую чуть не погиб отец, больше нет? Крым для Геннадия Зюганова имеет еще особое, очень личное измерение. Где-то здесь, среди окопов, героической Сапун-горы, закончилась война для отца Зюганова. Закончилась тяжелейшим ранением и удивительным спасением, которого не было бы, если бы не однополчане, украинец и русский. На то, что именно украинец и русский спасли отца, тогда никто особого акцента не делал. Но когда в мае 2014-го Крым отмечал 70-летие освобождения от фашистов, на Украине шла гражданская война. В Крыму ее не было, потому что он вновь стал российским. Это восстановление какого-то зигзага в истории, который был случайностью, и дай бог, чтобы он больше не повторялся. У русских, украинцев, у белорусов один корень, один ствол, одна история, одна победа, одна вера, одна традиция. Мы можем спокойно здесь вместе жить, работать, отдыхать. Стоим с Зюгановым на берегу уникальной Балаклавской бухты, жизнь, которая десятилетиями была связана с советскими подводными лодками. Тут была хорошая ремонтная база. Туда можно плыть, причалить, подняться, и над вами великолепная гранитная крыша. Но сама вечность, сама история. Вечности история – это еще и мыс Херсонес, с любой точки которого виден собор, что стоит на месте, где князь Владимир принял крещение. Мы здесь особенно остро ощущаем крайне необходимое жить в мире и дружбе, и быть вместе. А вообще вы сам по себе человек верующий? Я считаю, что людей без веры не бывает. Я их очень боюсь. У меня более широкое понятие о вере. Я верю в справедливость, верю в предназначение России, верю в свой народ, верю в свою историю, верю в великое и могущее русское слово. И не верю, говорит Зюганов, что народ с такой историей можно напугать санкциями. Американцы вообще вдруг почувствовали, что они могут быть хозяевами мира. После поражения СССР они решили стать глобальной империей. Вот как только мы сейчас уперлись, нас начинают лупить, критиковать, накладывать всевозможные санкции. Но у нас своя судьба и своя история, и мы должны следовать своим курсам. В противном случае нас разорвут. Андрей Ильич, как вы для себя объясняете, почему все-таки рухнул Советский Союз? Одна из главных причин – отсутствие любознательности. Когда руководство Верховное не способно было изучать, исследовать и принимать быстрые решения, тогда и стали накапливаться одна с другой проблемой. Однополярность на пользу миру не пошла. И это Зюганов утверждает еще и как доктор философских наук. Диссертацию защищал в МГУ, и вот его приговор Европе. Она мельчает. Франция – уникальная страна. Нет ни одной области знаний, в которой французы бы не сделали величайшее открытие. А сейчас, понимаешь, вокруг этих самых однополых браков все крутится. Стыдно и противно смотреть на это. Если раньше, допустим, мог сказать да или нет, тот же Деголь, тот же Шрёдер, да, в принципе, и Коль мог возразить. А сейчас я смотрю, дядя Сэм поглазит и начинают спотыкаться. Обидно за Европу, честно вам признаюсь. Приемная Геннадия Андреевича Зюганова, слушаю вас. К сожалению, нет. Геннадий Андреевич сегодня в Снегирях выступает перед партактивом. Пожалуйста. Загадочную фразу Зюганов сегодня работает в Снегирях. Близкие Геннадия Андреевича расшифровывают сразу. 25 километров от МКАДа, Истринский район Подмосковья. Когда-то эти территории были поместьем героя Отечественной войны 12-го года графа Кутайсова. Поездка в Снегири для Зюганова – это еще и редкая возможность побыть одному. Проехать на машине за рулем, вдали от посторонних глаз, по нешироким дорожкам, которые ведут к небольшому домику, построенному после войны пленными немцами и перестроенному самим Геннадием Андреевичем. При нас он покрывает лаком веранду. Андрей, а вот в партийном строительстве насколько важно все залакировать? Нет, вот там как раз этого делать категорически нельзя. Категорически нельзя. А там, где пузырится, там, где плохо, надо брать наждачок срочно, а если надо, и вырывать всякие безобразия с корнем. Вот там никакого лака не должно быть. Для непосвященного это загадка. Почему он не сдался? Зачем после того, как Ельцин запретил КПСС, он шаг за шагом, в Конституционном суде и не только, отстаивал право России иметь коммунистическую партию. Вот два его ответа. Из сегодня, а еще и с 93-го, с учредительного съезда КПРов. Главная задача – это восстановить и возродить партию. Партию, отстающей интересы широких масс трудящихся. Собралось я на кухне несколько человек и сказал, или мы его займемся, или придут люди, которые не имеют хорошей подготовки. И которые загубят эту идею, тогда будет всем плохо. Но даже мои коллеги сомневались, что из этого что-то выйдет. Как человек гостеприимный, он любит эти разговоры на кухне. Небольшой по размерам, но уютный, где все под рукой. Например, для того, чтобы рассказать о своем секрете заварки чая. За основу выбираем ароматы Крыма. Мы его добавим еще. Расменный китайский, зеленый китайский. И у меня есть ароматизированный еще один чай. Это мы к Крымскому добавим все? Да. Это будет букет, называется, Крыма с азиатским привкусом. У тебя будет шикарный чай. Вы сейчас поймете, вы за уши не оттащите. Вот специальная ложечка, деревянная. С вами строгали. На столе обязательно орешки и сушки, которые Зюганов настоятельно рекомендует макать в мед. Тот, что со своей пасеки. Кстати, самый эффективный продукт в мире. Надо ложку утром, ложку вечером. Мне не нужны никакие витамины. Да, нет, посмотрите, какой чай-то. Ну, а вообще у вас на завтрак, как правило, что? Все, подряд кашу. Люблю всякие бульоны. На завтрак? И на завтрак. Вообще, вот вы в еде прихотливы или не прихотливы? Нет, я люблю простую народную пищу. У меня всегда много солености всяких. Но в холодильнике всегда есть сало. Это суперпродукт. Да, что ли? Вы членом полидурак обеду по кусочку давали. Возвращаемся на веранду и продолжаем разговор про последнее советское политбюро и его ошибки, которые Зюганов повторить не хочет. КПСС выполнил свою историческую миссию. К сожалению, ее предали вожди. Крупные государства и крупные организации, как правило, не завоюются. Их разрушают изнутри. Кен Андреевич, а вообще вот за эти годы, пока вы партией руководите, вы делали, на ваш взгляд, какие-нибудь стратегические ошибки? Стратегических не было. А тактические? Были. Можно было более энергично собирать под свои знамена людей и центристской направленности. К сожалению, медленно осваили русскую идею. Боитесь или не боитесь, что кто-нибудь вас подвинет? Не боюсь абсолютно. Я заинтересован в том, чтобы выросла толковая и грамотная палеяда. И, кстати, все делаю в последнее время, чтобы она сформировалась. Это, наверное, сердце Государственной Думы. Центр принятия решений. Зал пленарных заседаний. Тут менялся цвет кресел. Раньше они были красными. Современнее становилась система голосования. Но из того, что оставалось неизменным, это, конечно, фракция КПРФ. Она тут была всегда. По спори с коммунистами, за право считаться думскими долгожителями может только ЛДПР. Кстати, именно Владимир Жириновский первым в Госдуме предложил начать готовиться к юбилею Зюганова. Евгений Андреевич, а вот в пылу баталий не хочется вам когда-нибудь пару непарламентских приемов применить кому-нибудь из оппонентов? Хочется, откровенно скажу. Иногда правый ботинок чешется. Потому что слушаясь, такую чушь несут, что стыдно сидеть в этом зале. На думскую трибуну Зюганов выходит только в особо важных случаях. Короткий урок от лидера КПРФ по ораторскому искусству. Все должно соответствовать содержанию, в том числе и тембр, голос. Я как-то прочитал у Черчилля, на полях написано, текст слабый, усилить голосом. Еще один совет из Зюганова теперь лидером других фракций. Глава КПРФ объясняет, почему в особо важные моменты заседаний стоит сидеть к своей фракции, как он, в полоборота. Видно настроение, видно, как голосуют, видно по лицам, чего ждать, в принципе. Не терять бдительности за эти годы он научился. В 98-м часть коммунистов неожиданно для Зюганова проголосовала за Кириенко, и он стал премьером. В 2002-м Селезнев, Горячего Губенко отказались расставаться с думскими постами, хотя партия приказала. Зюганов тогда предательство не потерпел. Несогласные с партией были исключены. Но как только одна дисциплина будет для вас, вторая будет для другого, а третья, все развалится моментально. Когда дисциплина в КПСС стала для Горбачева одна, для Ельцина другая, а для Яковлова вообще никакой дисциплины не было, тогда все стало распадаться и разваливаться. Вы должны уметь унять свои амбиции и вместе с партией работать. Хорошо. Есть такое прекрасное выражение, хочешь забить один шар, сделай два круга вокруг стола, в принципе. И это Зюганов не только про бильярд, это его правило игры. Не спешить, не делать необдуманных шагов и никогда не закрывать дверь для общения. Как политик, он безусловно выдающийся человек. Он проводит последовательную линию, он не присущ к зигзагообразным таким движениям, которые часто наблюдаются у некоторых политиков. Так вот вы смотрите на поле, и вам кажется, что партия проиграна, и хочется вот спрятаться, убежать. Хороший вопрос задаешь. Я вообще по категории, из категории таких спортсменов бойцов. Я буду бороться за страну, за близких, за друзей до последнего. Но без чувства фанатизма продумываю каждый шаг и просчитываю варианты. На мой взгляд, это моя наиболее сильная сторона. Кто бы мог подумать в 93-м, что в 2014-м на Красной площади будут принимать в пионеры 4 тысячи школьников. Тут ведь разнарядки, как в советское время, не спустишь. Как вы думаете, придет ли когда-нибудь такое время, когда, в общем, Ленин будет захоронен? Игорь, вы должны прекрасно понимать, что есть вековые тысячелетние традиции. Есть решение воли наших соотечественных граждан. Она должна быть для нас священна. Эта воля была наших соотечественников, наших предков с вами. Похоронили ниже на 2 метра уровня земли, что соответствует православным канонам. Вот когда люди, не понимающие суть патриотизма, истории, культуры, традиции, лезут, давай это выкопаем, давай это переименуем, они закладывают ту мину, на которой взрывалось ни одно государство, ни народ. Оставьте покои погребенных. Докажите, что вы можете лучше изобретать, лучше воевать, лучше делать. И вам вот тут поставят еще один память. То есть будете стоять до последнего, да, Геннадий Ильич? Да дело не до последнего, ты понимаете? Если тут можно, тогда там можно. После вас придут, вам голову скрутят и ваши памятники выкинут. Идем дальше вдоль Кремлевской стены. Зюганов обращает внимание на цветы возле памятника Сталину. Напоминаем ему его же слова про Сталина, сказанные в момент предвыборной кампании в 96-м. Сталин – это для Шекспира. А почему для Шекспира? А потому что это было очень жесткое, сложное, тяжелейшее, во многом жестокое время, когда народился фашизм, который уже поднял свою голову. И стали строить в стране полуграмотные, распавшиеся новые заводы, создавать институты, лаборатории. В общем, до 31-го года Пушкина не вспоминали, а в 37-м году, когда столетие исполнилось со дня гибели Пушкина, в Большом театре провели великолепный вечер, полное собрание сочинений, выпустили Пушкина академическое издание и многое другое. Геннадий Ильич, но 37-й ты вошел в историю не только столетия Пушкина? Ну, кстати, я согласен. Я и вам с самого начала сказал, давайте не повторять такого рода просчеты, давайте не повторять, но все лучшее брать на следствие. Рассказывая о том, сколько времени он проводит в самолетах и поездах, вновь и вновь подсчитывая, сколько раз он уже обогнул экватор, Зюганов всегда добавляет, но нет ничего более впечатляющего, чем Красная площадь. Вот памятник, который меня всегда вдохновляет. Лобное место? Не лобное место, а Минин и Пожарский. Спасли они державу-то во время. Ведь продали и предали тогда кто? Державу-то. Та же знать, те же Тушинские перелеты, та же семья Боярщина. Эта народная воля и народная самоорганизация это уникальное явление для России-матушки. Она спасала нас не раз. Потом в лице советской власти и народная власть спасала. И сегодня она Крым спасала, и Россию спасается. Кстати, Путин на последней пресс-конференции завершил свою тем, что мы, да, другие. У нас чувство общности, чувство самоорганизации и объединения, чувство уважения к миру. Оно превалирует над чувствами индивидуализма. Это, кстати, я это слово дал 20 лет. Так, как на Валдае, когда он заявил, что мы должны свою тысячелетнюю историю рассматривать в единстве. Первый выговор по партийной линии получил, рассказывает Зюганов, за то, что сказал. До 17-го года в России была великая история, великие правители, которые много сделали. Над его столом в Госдуме сейчас портрет Пушкина. Если долго буду тем, любезен я народу, что чувство доброе я лирой пробуждал, что мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывам. Это мой Денис. Музыкальная шкатулка на рабочем столе исполняет «Интернационал». В айпаде, который рядом с «Интернационалом», Зюганов тоже ничего странного не видит, потому что и американскую технику он заставил служить делу российских коммунистов. Ну, мне это нравится. Я его карман тоже в порфель бросил. Очень оперативно. В машине сейчас в пробках стоишь, когда очень удобно. Магазин, Геннадий Андреевич, предпочитает шаговой доступности, чтобы просто через дорогу перейти и где его все знают. Вид хороший сегодня. Мне сказали, будет партийная скидка. Правда, нет? Ну, как если сказали, значит, точно будет. В этот день он собирался к внукам за город. Берет ряженку, творожки со сгущенкой, выпечку, хлеб. Нет, тут все, что нужно для людей. Вот лаваш шикарный. Но ведь в советское время такого не было. Да ладно тебе. В советское время было очень много хорошего, в средстве своей натуральной продукты. Другое дело, надо было прибавить, немножко поразнообразить. Вот. Не надо было ломать заводы, систему социальной защиты. И все было в порядке. Кто за лаваш? Вам? Да. Платить предпочитает наличными. Карточкам не доверяет, тем более сейчас. Не доверяете американской визе? Да. Вот. Сейчас вам перекрыли, вы голодные ходили. А то... Спасибо вам. Спасибо вам. Настроение у Зюганова хорошее. Впереди выходные, через пару часов встреча с близкими. Возвращаемся к вопросу, который задали в начале фильма в Спасском Лутовинове, который он когда-то восстанавливал, недалеко от дуба, что посадил еще Тургенев. Дмитрий Андреевич, а вот считаете себя счастливым человеком? Знаете, как-то спросили Юрия Гагарина насчет счастлив ты или нет. Он сказал, счастливым человек может быть только вместе с своей страной. Я занимаюсь своим любимым делом, которому присягнул однажды и не бегал, не прыгал. И чувствую в этом отношении всегда уверенно. У меня восемь внуков, из них семь солдат, которые готовы верой и правдой служить в Державе, что очень важно. О, вылетят, мы грустим сильным, замечая, жизнь у него и солдат, что погибли с теми разнощищая, так далеко и вершись, кроме звуков весеннего имена, я люблю тебя жизнь и надеюсь, что это взаимно. Так легко и вершись в крупных звуках весеннего имена, я люблю тебя жизнь и надеюсь, что это взаимно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова